Мир вам, братья и сестры, дорогая церковь, гости, рады всех видеть. Знаете, я очень рад, что я проповедую на причастие. Раньше я не очень любил, но сейчас я люблю проповедовать на причастие, потому что это всегда проповедь с наглядными пособиями. Бог дал нам самые лучшие наглядные пособия, какие только можно себе представить. И мы их используем, или Он нам оставил для того, чтобы мы могли их использовать для своей жизни, чтобы наглядно видеть Божью любовь и Божью благодать. Мы продолжаем размышлять над первой главой послания Колоссянам, и мы все еще на первой главе, и мы всего лишь на шестом стихе. Хотя уже вроде бы несколько месяцев, как начали разбирать это послание. Хотелось бы вместе с вами прочитать этот шестой стих. Колоссянам 1.6. Павел говорит, что Евангелие, или благая весть, она пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Итак, Евангелие пребывает, приносит плод и возрастает, это происходит среди вас, он говорит, с того самого дня, как вы услышали и как вы познали благодать Божию в истине, или истину о Божьей благодати. И мне нравится сегодняшняя тема, и я ее назвал как результат познания благодати. Знаете, сначала думал, ну вроде бы благодать, мы много уже об этом проповедовали, и часто звучит, и вроде бы уже про благодать все известно. Что? Вот скажешь еще новое что-то про благодать. И думаю, наверное, буду проповедовать про Евангелие, которое пребывает, плодоносит и возрастает. Но интересно отметить, что вот эта фраза «Евангелие пребывает» стоит в активном залоге. То есть это действие, которое совершает само Евангелие. Не мы его совершаем, а не мы что-то делаем, а Евангелие само пребывает. Независимо от нас, независимо от наших действий, Евангелие пребывает. Эта фраза стоит в активном залоге, и действие совершается само по себе. Кстати, в результате пребывания оно, если дословно переводить, звучит как плодоносится и возрастается, то есть причастие в пассивную логику, то есть они сами, независимо от ваших действий, оно само по себе плодоносится и само по себе возрастается. Да, вот такой вот, если дословно переводить, грамматически по-русски неправильно звучит, но тем не менее, о чем идет речь, о том, что действие происходит само по себе, независимо от тебя. Он говорит, Евангелие пребывает, не вы его пребываете, не вы его распространяете, оно пребывает, и Евангелие само по себе распространяется, и Евангелие само по себе приносит плод, ты здесь ни при чем. И я подумал, ну, что я тогда могу про Евангелие проповедовать, и вернулся ко второй части стиха, потому что вот это то действие, которое говорит о нас. Он говорит, Евангелие пребывает, приносит плод, распространяется или возрастает, он говорит, с тех пор, как вы, и вот здесь идет речь о нас, вы услышали и познали, то есть пережили благодать Божию. Он говорит, с того самого момента, как ты услышал и принял, пережил, познал благодать Божию, с этого самого момента Евангелие начинает пребывать, распространяться и приносить плод. Я ничего не делаю для того, чтобы Евангелие, вот это с Евангелием происходило, но что я делаю, я должен услышать и пережить благодать Бога, или истину о Божьей благодати. И, кстати, услышать и познать, эти два слова стоят в активном залоге, то есть это то, что делаю я. Я сам должен захотеть слышать и я должен познать, я должен сам захотеть переживать эту благодать. Итак, Павел говорит, что степень распространения Евангелия, степень возрастания и степень возможности Евангелия быть плодоносным напрямую зависит от того, насколько я познал благодать. И, знаете, это очень важная тема, потому что в итоге распространение Евангелия является основной задачей Церкви. Это то, для чего Церковь оставлена на земле, чтобы Евангелие распространялось. И на сегодняшний день есть очень много разных способов для проповеди Евангелия, для распространения Евангелия. Вчера, кстати, в нашей Церкви был семинар по евангелизации, и одну из лекций читал Виктор Александрович, и он как раз приводил разные примеры, как сегодня можно евангелизировать, какими способами. Их там можно больше, чем пальцев на двух руках, этих способов. Но мы поговорим с вами о самом основном, фундаментальном методе проповеди Евангелия. Это когда Евангелие распространяется через то, что я, христианин, услышал и познал благодать Божию. Так, для начала давайте вспомним, а что такое благодать вообще? Что такое благодать и как она проявляется? Потому что, чтобы ее проявлять или переживать, надо знать, что это такое. Итак, благодать – это результат того, кто есть Бог, и причина того, кто есть я. Благодаря тому, что Бог любит, Он проявил ко мне свою благодать. И благодаря тому, что Бог проявил свою благодать, я сегодня спасенный, оправданный, помилованный, искупленный, омытый кровью, имею наследство, называюсь Детем Божьим и иду на небеса. Все это со мной произошло, все это я имею по причине благодати. И благодать появилась в результате того, кто есть Бог. Итак, благодать – это результат Божьей природы. И причина того, что сегодня в моей жизни произошли, и я уверен, в жизни многих из вас произошли, происходят большие перемены в лучшую сторону. Несколько моментов о том, что такое благодать. Во-первых, хотелось бы напомнить, что благодать – незаслуженная. Я ее недостоин. Благодать – это подарок. И подарок – это никогда не результат дарителя. То есть это того, кому дарят благодать или подарок – это результат того, кто дарит. И он дарит, что он хочет. Он дарит из своего кармана, из своих отношений к тому, кому он дарит. То есть подарок – это никогда не результат тебя. Подарок – это результат того, кто тебе дарит. И в Фессианам 2 глава 8-9 стих Павел пишет, «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». То есть не по вашей причине это произошло. Это просто-напросто Божий дар. Это Божий подарок. Нет, дело, чтобы никто не хвалился. Он говорит, «Итак, вы спасены, вы получили благодать как Божий дар. Не по вашей причине, а по причине того, кто есть Бог. Ты никогда не достойна этой благодати. Она не дана тебе как результат твоего происхождения. Она не дана тебе как результат того, что ты выиграл в лотерею, тебе повезло или что-то еще произошло. Никак не по причине того, кто есть ты. Благодать по причине того, кто есть Бог. Благодать всегда незаслуженная. Второе. Благодать незаработанная. Римлянам 11-6. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. То есть Павел говорит, не бывает вот два. Вот ты чуть-чуть работал, что-то делал, делал, и еще чуть-чуть не хватило, и Бог так раз тебе додал, и все нормально. И ты вот бежал, бежал, до финиша осталось немножко, и ты так упал, и Бог тебя так поднял, и так через линию перебросил. И как бы слава Богу. Он говорит, нет. Он говорит, если есть дела, то это только по делам. Если есть благодать, то это только по благодати. Ты ничего не можешь сделать, чтобы ее получить. Ты ничего не можешь заплатить, чтобы ее получить. Ты не можешь ее заработать. Она незаработанная. И третье. Благодать, она безграничная. Знаете, есть фраза. Ну всему же есть мера. Ну сколько его или ее можно уже терпеть? Ну сколько можно? Когда он уже наконец-то угомонится, да? Ну хватит уже. Про благодать так не скажешь. И благодать не проявляется. Ну хватит уже. Ну я тебя раз просил. Ну два просил. Ну три часа тебе благодать. Ну пять. Ну имей совесть, прекращай уже. Нет, она так не действует. Благодать всегда безграничная. У нее нет меры. И в Англии от Иоанна 1 глава 16 стих. Апостол Иоанн пишет. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Или дословно благодать вместо благодати. То есть ты получил благодать и вместо полученной благодати ты получаешь еще благодать. А вместо того, что ты сейчас получил, ты еще получаешь. И ты постоянно получаешь новую и новую благодать. И это нескончаемый процесс. Бог постоянно отдаривает тебе благодать. Есть такая фраза только в Библии. А благодатствовал нас. Он все время являет свою благодать. И эта благодать никогда не заканчивается. Она без меры. Итак, это очень важно сегодня запомнить для нашей темы. То, что благодать не заслуженная. Благодать не заработанная. И благодать не безграничная. Интересно, в посланиях Павла всегда все начинается благодатью. Каждое письмо его начинается благодатью. И каждое письмо благодатью закончится. Пусть это персональное письмо, пасторское письмо церкви. Неважно, кому Павел пишал. Его письма всегда начинаются благодатью. И всегда благодатью заканчивается. Вы можете дома это проверить. И говоря о благодати, потому что она не заработанная. Она не заслуженная. Она безграничная. и мы привыкли читать, что благодать, она подарок, и поэтому она даром. Она ничего не стоит. Но дело в том, что тебе благодать ничего не стоит. Это не значит, что она бесплатная. Благодать не бесплатная. Тебе она бесплатная, а Богу она стоила очень многого. Богу благодать стоила жизни Иисуса Христа. Да, благодать сама по себе очень дорогая. Из того, что мы видим в Библии, чтобы проявить благодать, за это надо очень дорого заплатить. Благодать всегда проявляется ценой твоей жизни. Знаете, такой пример недавно. И помните, я как-то рассказывал, год назад я перевернулся на машине, она вся помялась, я остался без машины, естественно. Следующий шаг, надо машину купить новую. И дело в том, что из-за того, как я перевернулся, максимум я ее смог продать за 50 долларов. Как бы ее на металлолом забрали, я дороже заплатил, чтобы ее увезли туда. То есть я ее продал и еще доплачивал, чтобы ее увезли. Я искал машину довольно-таки долго, искал ее, потому что это была большая машина, семья большая. Ну как, надо большая машина, может, не совсем большая семья. И я нашел машину, которая мне на самом деле нравится. Но дело в том, что она стоила 10 тысяч долларов. У меня есть только две, было 2,5 тысячи долларов. Я пришел к своему другу и говорю, слушай, вот такую вот машину я хочу. Он занимается машинами. Говорю, помоги, пожалуйста. Ну, долгий сайт. Говорит, в один день я к нему приехал. Говорит, о, слушай, ты хочешь Toyota Sequoia? Я говорю, ну да. Говорит, подожди. Я говорю, ну у меня только 2,5 тысячи долларов. Он говорит, подожди, набирает, берет телефон, звонит и говорит, алло, Серега, привет. Ну, я слышу разговор. Говорит, слышь, помнишь, у тебя еще есть эта машина Toyota Sequoia? Он говорит, ну как бы дай. А ты не хочешь ее продать? И слышу, как бы, ну, не собирался. Ну, окей, кому, за сколько? Он говорит, а здесь один пастор есть. Говорит, ну у него только 2,5 тысячи долларов. А дашь? И я так считаю, думаю. И он отдал. И я еще недели-две ездил, и в тот же день мы поехали, забрали. И я пришел, думаю, говорю, Аня, давай все, что есть дома, выгребаем. Мы говорят, 2,5 тысячи. Пошли забрать. Я еще две недели ездил и ждал, что он позвонит и скажет, слушай, я что-то это вот сглупил. Ну, мой друг, когда с ним разговаривал, сказал такую фразу. Говорит, а дашь ему? А мы с тобой потом договоримся. Вот эта вот фраза, мы с тобой потом договоримся, стоила 8 тысяч долларов. Это мне машина досталась за 2,5. Это я благословенный. Но благословение всегда кому-то чего-то стоит. Оно никогда не бывает бесплатным. Конечному получателю оно бесплатно достается. Или очень часто в человеческом случае очень дешево. Но в случае с Богом нам это досталось полностью, 100% бесплатно. Но это не значит, что благодать бесплатная. Богу она стоила очень дорого. Богу она стоила жизни Иисуса Христа. Благодать всегда проявляется ценой жизни. Кстати, благодать это не милость. Очень часто мы путаем эти понятия. Знаете, я Богу благодарен за то, что я могу проповедовать. Потому что когда я готовлюсь к проповеди, я получаю ответы на вопросы, которые у меня у самого есть. Там благодать и милость очень сильно отличаются. Ну что, благодать это не милость. В чем разница? Посмотрите, три момента. Справедливость наказывает меня за грех. Дает мне то, что я заслужил. Милость прощает мне мой грех. Не дает мне то, что я заслужил. Благодать ведет меня на небо. Дает мне то, что я не заслужил. Итак, справедливость наказывает, милость прощает, но благодать дает то, что ты не заслужил. И не просто открывает тебе небо, не просто допускает тебя на небо, она ведет тебя на небо. И если ты принял благодать, твое имя уже записано на небе, ты в реестре уже твое имя. И Бог ведет тебя. У тебя уже наследство там есть. Вот что есть благодать. Это ты не просто прощенный, ты не просто помилованный, но тебе дано больше, тебе дано то, что ты не заслужил вообще. То, что тебе не принадлежит. Смотрите, милость прощает, но благодать меня вытаскивает. Я сделал какое-то преступление и попал в тюрьму. Милость меня прощает и освобожает из тюрьмы. Но я возвращаюсь туда, откуда я вышел, в тот же преступный мир, где я рос. Благодать вытаскивает меня из тюрьмы и дает мне абсолютно новую жизнь. Она не говорит, ты прощенный, теперь делай, что хочешь, все, возвращайся туда, где был, старайся что-то делать по-другому. Благодать прощает и дает тебе полностью новую жизнь. И Писание так и говорит, «Благодатью вы спасены». Не прощены, а спасены от суетной жизни. Благодатью вы спасены от своего ветхого человека, от своих грехов, от своих привычек, от зла, от гнева Божьего. Благодатью вы от этого избавлены и посажены с Иисусом Христом на небесах. Если в Ветхом Завете мы находим только милость, то Новый Завет пропитан благодатью, и благодать появляется только в Новом Завете, потому что Евангелие от Иоанна, 1 глава, только 17 стих, мы читаем, что благодать пришла через Иисуса Христа. Итак, благодать всегда незаслуженная, благодать всегда незаработанная, благодать всегда бесконечная и благодать очень дорогая. Она очень дорого стоит, но мне она досталась бесплатно. Итак, благодать есть данный нам, незаслуженный подарок от Бога, который Ему очень дорого стоил. И именно в результате принятия этой благодати я сегодня спасенный. В результате этой благодати я имею жизнь вечную, потому что Иисус заплатил за меня ценой своей жизни. Но дело в том, что познание это всегда двухсторонний процесс. Познание никогда не останавливается на мне. Вообще, это очень глубокое библейское слово, глубокое интимное слово. Познал Адам Еву и Ева родила. Идет речь о глубокой близкой связи друг с другом. И познание всегда приводит к результату. У познания всегда есть плод. Это никогда не односторонний процесс, ты никогда не получатель. Ты проводник к благодати. Благодать никогда не должна на тебе останавливаться. Познание говорит о том, что ты что-то переживаешь и проецируешь это дальше. У познания всегда есть плод, всегда есть результат. И по всем законам природы и по всем духовным законам плод всегда подобен семени. Поэтому на яблоне нет черешни, поэтому на винограднике не растет смоковница, потому что плод всегда подобен семени. И получатель благодати всегда выдает благодать. Мне нравится фраза обиженные обижают, обманутые обманывают, но прощенные прощают, пережившие благодать дарят благодать. Мы с вами не только получатели благодати, мы с вами проводники благодати. Итак, я не только получил благодать от Бога, но я сам должен проявлять эту благодать. Я должен проявлять благодать, которая никогда не заслуженная, я должен проявлять благодать, которая не зарабатывается, и я должен проявлять эту благодать бесконечно, и я должен смириться или принять факт, что для того, чтобы проявлять благодать, за это надо очень дорого платить? Чтобы проявлять благодать, за это надо быть готовым платить. Вот что значит познать благодать. И только в таких условиях, когда я познал благодать, то есть переживаю эту благодать на себе, благодать Божию, и распространяю эту благодать, только тогда происходит пребывание, плод и рост Евангелия, и это происходит естественным образом. Мне необходимо впустить, принять благодать в свою повседневную рутину, в свою повседневную суету на работе, дома, во всех отношениях, которые у меня есть, мне нужна благодать. Не только получаемая благодать, но и распространяемая благодать. В моих отношениях с моей женой мне нужна благодать, или в моем случае ей нужна для меня благодать. В моих отношениях с детьми мне нужна благодать. В моем бизнесе должна присутствовать благодать. В моих отношениях любой сферы моей жизни должна присутствовать благодать. В моей боли должна присутствовать благодать. Когда со мной поступили несправедлива, там должна царствовать с моей стороны благодать. Потому что она не связана с тем, что этот человек заслужил, что он заработал или всему есть мера. Благодать связана с тем, что она незаслуженная, незаработанная, бесконечная. И чтобы ее проявлять, надо быть готовым платить. Не только проявлять милость, потому что милость вот этому ребенку, который тебе нагрубил, накричал на тебя и сказал, что ты там сам виноват в чем-то, ты не просто его прощаешь, а ты ему еще что-то даришь. Ты продолжаешь называть его своим сыном или своей дочерью. И муж, который неправильно себя вел по отношению к тебе, ты не просто его прощаешь, проявляешь милость. Ты продолжаешь быть его женой и рожаешь ему еще ребенка. Вот это есть благодать. Ты соглашаешься платить дорого за то, чтобы этот человек менялся, чтобы этот человек становился кем-то другим. Почему? Это несправедливо. Это неправильно. Но потому что так поступил Бог. Чтобы назвать меня святым, оправданным, спасенным, праведным, безгрешным. Чтобы иметь право меня так называть, если так можно выразиться, он заплатил дорого за эту благодать. И когда эта благодать есть в моей жизни, когда я познаю эту благодать, Евангелие прибывает, приносит плод и растет или распространяется. Очень важно запомнить, что количество благодати в ситуации влияет на то, насколько сильно будет проявляться Евангелие через эту ситуацию. Именно так Евангелие пришло в мою жизнь через благодать Бога. Именно так Евангелие принесло плод в моей жизни через благодать Бога. Вот как Евангелие распространяется в этом мире через благодать. И мне необходимо принять благодать в каждую ситуацию, в каждую проблему в моей жизни и дать Евангелию возможность пребывать, приносить плод и распространяться. Знаете, я не имею права не проявлять благодать, если я христианин, если я дитя Божие. Я не имею права не проявлять благодать. Она ни в коем случае не должна останавливаться на мне. Потому что такое отношение к благодати Библия называет тщетным или пустым. Вот как об этом пишет апостол Павел в первое послание Коринфяна, 15 глава, 10 стих. До этого он говорит о том, какой он был недостойный и грешный, и как он жил. 10 стих. Но благодатью Божией я сегодня есть тот, кто я есть. Вот кем вы меня сегодня, коринфяне, знаете? апостолом, прощенным, христианином, святым, оправданным. Я есть тот, кто я есть. Я есть тот, кого вы знаете, апостол Павел, благодатью Божьей. Но дальше. И благодать его во мне не была тщетна, то есть его благодать во мне не была пустая. Но я более всех их потрудился. То есть эта благодать через меня проявлялась. Кстати, он подобавляет дальше. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. Потому что ты понимаешь, чтобы проявлять благодать к людям, тебе самому нужна благодать. Чтобы прощать людей, тебе нужна благодать. Чтобы терпеть, тебе нужна благодать. Чтобы проходить через эту боль, тебе нужна благодать. Чтобы проявлять снисходительность, тебе нужна Божья благодать, которая с тобой, которую ты переживаешь. И ты знаешь, что ты будешь продолжать грешить, что ты будешь делать, но ты всегда не будешь дотягивать. Но Бог уже тебя назвал достойным И Бог тебя уже посадил на небесах Я хочу рассказать вам о команде Хойта Эту историю я услышал лет 17, наверное, назад И вчера вечером я вспомнил В часов 11, мы уже с Аней сидели в спальне Я вспомнил, что у меня где-то есть диск Помните, раньше мы дисками пользовались Я пошел в гараж, залез Достал свою упаковку дисков Слава Богу, не выкинул Я нашел нужный диск, там очень интересный ролик Я хочу вам рассказать о команде Хойта Команда Хойт это отец и сын Дик и Рик Хойт Они из города Холланд, штат Массачусетс Вместе они приняли участие в 1118 соревнованиях Включая марафонские забеги и триатлоны Триатлон это атлеотическое такое соревнование Действие, событие, которое состоит из трех действий Первое, тебе необходимо проплыть 2.4 мили Потом тебе нужно проехать на велосипеде 112 миль И после этого пробежать 26.2 мили И это, то есть ты сначала плывешь Потом ты едешь на велосипеде А потом ты бежишь И это без остановки То есть такой вот забег Если это можно сказать словом забег То есть триатлон называется И всего, кажется, у них было триатлонов больше 20 Я не помню, сколько марафонов Всего таких соревнований Где они бежали, плыли и ехали вместе Было 1118 Само по себе уже много И казалось бы, ну нормально, спортсмены Вроде бы не так уж и странно Но только дело в том, что Рик, сын Болен церебральным параличем И для того, чтобы плыть вместе Отец обвязывает себя веревкой И тянет за собой лодку С сидящим в ней сыном Велосипед у них такой, на котором могут ехать двое И Рик, сын, обычно сидит впереди отца Во время забеговой части Дик катит перед собой индивидуальное кресло с Риком Дело в том, что во время родов Пуповина обмоталась вокруг его шеи И заблокировала поступление кислорода Вследствием этого стало нарушение взаимодействия мозга и мышц Доктора уговаривали Хойтов поместить Рика в спецутереждение Потому что, по их словам, он сможет жить только в овощном состоянии Но родители решили относиться к Рику, как к обычному ребенку Мать Рика, Джуди, ежедневно часами учила его буквам Приклеивала название ко всем предметам в доме И достаточно быстро Рик выучил алфавит Когда ему было 11 лет, родители, приложив немало усилий, достали для Рика специальный компьютер С помощью которого он получил возможность общаться с ними И им стало понятно, что Рик очень умный А с этим коммуникационным прибором Рик смог наконец-то пойти в школу В 1993 году Рик закончил Бостонский университет Получив ученую степень в области специального обучения В 1977 году Рик попросил отца вместе Участвовать в благотворительном забеге В честь одного игрока из его школы, которого парализовала Рик своим примером хотел показать, что жизнь продолжается Несмотря на инвалидность Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели ролик, как это выглядело Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаете, мне нравится, что отец Эта история могла быть Довольно-таки банальной Отец мог сказать Ну, сынок, ты же не глупый Ты понимаешь, что ты не можешь бежать Ты не можешь плавать Ну, посмотри на себя Как ты себе это представляешь? Знаете, Бог посмотрел на меня И он не сказал Ну, у тебя не получится Как бы Ну, не старайся Как бы даже Ну, где я, где ты Как бы люди Ну, вообще о чем речь? Благодать в том Что Бог делает тебя способным И Павел говорит Благодать Божия, которая со мною И с духовной точки зрения Я полностью парализованный Я ни на что не способен Но я сегодня Я есть тот, кто я есть Потому что благодать Божия была явлена И я не знаю Отцу, наверное, тяжело было Каждый день репетировать То есть тренироваться И я смотрел на его выражение лица Как он пыхтит Все это делает Потому что сын нелегкий Но я думаю, когда он услышал фразу Папа, когда я бегу Я чувствую себя здоровым Оно того стоило Мир вокруг нас нуждается в благодати Братья и сестры Вокруг нас полно людей Которые катастрофически Нуждаются в благодати Разбитым людям Нужна благодать Непокорным подросткам Тоже нужна благодать Не только милость им нужна благодать Людям в депрессии Нужна благодать Раздражительным людям Нужна благодать Каждому человеку Нужна благодать Не только милость И проблема не в том, что мы с вами не хотим эту благодать являть, но проблема в том, что мы понимаем, что это очень дорого мне стоит. Но Евангелие кто-то должен проповедовать, братья и сестры. И единственный способ, как мы можем проповедовать Евангелие, или как Евангелие может распространяться, это только тогда, когда я принял благодать и распространяю эту благодать. Именно так люди увидят и переживут на себе благодать Божию, когда эта благодать не только для меня, но это благодать через меня. Благодать, которая незаслуженная, благодать, которая незаработанная, благодать, которая бесконечная, благодать, которая Иисусу стоила жизни. должна проявляться в моей жизни по отношению к людям, которые этого нисколько не заслуживают, потому что я тоже этого нисколько не заслужил. Мы сейчас встанем, помолимся, и после этого мы будем петь псалом о благодать спасен тобой. И я хотел бы обратиться к людям, которые, может быть, здесь находятся, и кто еще не пережил эту Божью благодать в первую очередь. Кто устал жить без благодати, Бог эту благодать являет для вас тоже. Божья благодать безграничная, незаслуженная, незаработанная для вас тоже. Вам надо ее только принять. И пусть Господь благословит вас. Откликнуться на Его призыв, вы можете подойти к кому-то из пасторов, вы можете сказать, я хочу помолиться, я хочу принять Бога в свою жизнь, я хочу принять Его благодать. А нас всех пусть Бог благословит, чтобы мы, пережив Божью благодать, распространяли ее в этом мире. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы Тебя благодарим за Твою благодать, безграничную, незаслуженную, нисколько нами незаработанную благодать, которую Ты нам явил через Иисуса Христа. Я Тебя благодарю за то, что мы сегодня спасенные, оправданные, искупленные, святые, помилованные Тобой за то, что у нас есть небо, за то, что у нас есть наследство. И все это мы имеем не благодаря тому, кто есть мы, но благодаря тому, кто есть Ты, и благодаря Твоей благодати, которую Ты к нам явил. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать, благодарим Тебя за смерть и воскресение Иисуса Христа. Господь, благослови, чтобы эта благодать на нас не останавливалась, но чтобы мы ее ежедневно проявляли, Твою благодать в этом мире, чтобы через это Евангелие распространялось, чтобы через это люди спасались, Боже, дай нам Твои силы. Благослови нас видеть Твою благодать, переживать ее и распространять. Прошу Тебя за тех людей, которые здесь находятся, непримиренные с Тобой, люди, которые не пережили Твою благодать, или те, которые забыли о Твоей благодати в своей жизни. Им надо кого-то простить, им надо кого-то принять, им надо перестать негодовать на кого-то или на что-то. Пожалуйста, благослови их, пережить Твою благодать. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе, наш Бог. Аминь.